Всем привет! Сегодня у нас будет обзор на приемник цифрового телевидения от компании LUMOX, модель DV1116HD. Данный приемник идет у нас гибридный, поддерживает как стандарт наземный цифрового эфирного TV DVB-T2, так же цифровое кабельное TV DVB-C. Есть поддержка интернет сервисов, соответственно поддержка Wi-Fi адаптера, сервисов IPTV, медиапроигрывателя встроенного, который можно воспроизводить контент как записанный с эфирного телевидения, так и с внешних носителей флешек либо съемного жесткого диска. Данная модель идет в бюджетной линейке, приобреталась в одном из сетевых магазинов. Цена как правило не превышает 1000 рублей. Как видите по коробке новая линейка, она видоизменилась коробка, то есть она стала, ополеняли они немножечко формат другой, сделали коробки. Здесь у нас прописаны все технические характеристики, на чем собран приемник. Это современный последний чип G6701, входной блок обработки сигнала T2RT850, тоже неплохой. Также здесь прописана комплектация, поддержка, что может этот приемник, как и интернет сервисы, поддержка внешних накопителей до 1 терабайта. Мы проверим на съемном жесткой диске 500 гигов. Приемник не сильно старый, дата производства у него конец 2021 года, еще актуален. Теперь давайте смотреть его содержимое. Здесь у нас сразу лежит руководство по эксплуатации этого приемника, оно на русском языке, текст более-менее крупный, читать его будет приятно. Есть картинки по настройке, это очень удобно для клиента. Пульт имеет стандартные размеры, что тоже не может не радовать, так как обычно маленькие приемники бюджетные имеют маленький обрезанный пульт, который неудобно нажимать, наверное, только ребятишкам. Здесь же пульт полноценный, как и на любых других приставках. Функционал тот же самый, идентичный, все понятно. По кнопкам здесь у нас клавиша включения-выключения, клавиша включения-отключения звука, клавиша выбора формата, соотношение сторон, фаворитного списка канала, функция тайм-шифт. Четыре цветных функциональных клавиши нужны нам для работы, например, с интернет сервисами, и также они идут задвоенные. Это выбор телетекста, выбор субтитров, клавиша зум-увеличение, клавиша таймера. ЕПГ, кнопка электронной программы передач, клавиша инфо-информация о сигнале, о фильме, который вы смотрите, клавиша переключения телеканалов, уменьшение-увеличение громкости, центральная клавиша ОК, клавиша меню для вывода основного меню приемника, клавиша выхода, клавиша медиа-проигрывателя, плей-пауза, перемотка, треки, стоп, и также задвоенные клавиши, вот эти треки, это рек-запись, и клавиша радио для переключения между ТВ и радиоканалами. Клавиша от 1 до 0 для выбора телеканалов, клавиша RECAL и клавиша выбора аудиодорожки. Пульт этот у нас работает от двух мизинчиковых батареек, батарейки идут в комплекте, вот они у нас. Далее, провод, три тюльпана, 3,5 мм для подключения к старым телевизорам, кинескопным, либо те, которые не имеют HD-выход. Блок питания, который питает наш приемник, с маркировкой 5 Вольт 2 Ампера и стандартным разъемом 5,5 на 2,1 мм. Сам приемник, как видите, размеры небольшие, чуть больше пачки сигарет, имеет теплоотвод сверху, снизу, чтобы не перегревался, так как, как правило, маленький пластиковый корпус, это значит нагревы в работе. Конечно, после нашего получасового обзора мы замерим, насколько он у нас нагрелся. С передней панели у нас вот есть такая точка, это будет индикация работы приемника, красный, зеленый. Много-много точек сюда будет срабатывать наш пульт. Разъем USB. С тыльной стороны вход под антенну. Второй разъем USB. Подключение AV. Это AV-выход для вот этого провода. Так подключается. Выход HDMI для подключения уже более современным телевизором. По нему мы будем выводить изображение. И разъем питания для нашего блока, чтобы подключить, подать питание на него. Вот такой вот он на внешний вид. Убираем все лишнее со стола, что нам не пригодится. Крылку в сторону. Теперь для проверки всех функций этого приемника нам понадобится Wi-Fi адаптер. На чипе MT7601 с выносной антенной. Приобретался он на Алиэкспресс. Если кто-то до сих пор не может найти, пишите в комментариях. Ссылку на актуальную покупку я вам добавлю ниже под описанием видео. Подключаем его сразу с тыльной стороны. Также нам понадобится для проверки медиапроигрывателя съемный жесткий диск объемом 500 гигов. Интерфейс у диска USB 3.0. Посмотрим, возьмет он его или нет. Если диск не раскрутится по каким-то причинам, то возьмем вот такую флешку. Тоже USB 3.0 объемом 256 гигов. Она-то уж точно прочитается на этом устройстве без проблем. Практически все у меня готово. Сейчас я быстренько подключу, выведу изображение. И будем с вами сначала пробовать вловить 20 каналов эфирного ТВ. Потом попробуем поймать телеканалы кабельного нашего оператора. И после этого проверим все функции этого приемника. Я подал питание. Появилась стартовая заставка. Логотип производителя приемника. Ждем пока он у нас прогрузится. Батарейки в пульт вставлены. Антенну на 20 телеканалов я подключил. Определился наш Wi-Fi адаптер. В нижнем правом углу появилось меню стартовой начальной установки приемника. Здесь мы с вами ничего не меняем. Язык меню русский, страна Россия, тип каналов все, диапазон тот же. Единственное, если вы используете антенну с усилителем 5 вольт, активную, то питание нужно подать. У меня антенна идет пассивная, поэтому мы просто нажимаем автопоиск. И сейчас просканируется весь доступный диапазон частот приема стандарта Диаби-Т2, который зашит в этом приемнике. И должны мы поймать с вами 20 телеканалов. В нашем регионе пока вещает только 20 программ. Где-то есть регионы, где уже будет 30 телеканалов. Часто пользователи пишут, что вот у нас уже можно поймать где-то 25, где-то 23, где-то 30 программ. Но мы пока, так как у нас больше нет телеканалов, я вам показываю возможность приема 20 каналов. Также совет, если вы не можете поймать телеканал автопоиском, это сканируйте поиском ручным. Частоты актуальны, уточняйте, на сайте цифрового ТВ по своему региону. Вышки, которые находятся рядом с вами, если пробуете ловить, естественно, антенну туда перенастраиваете. И вообще нюансов, конечно, когда сигнал нестабильный, вы где-то прииграете, приживаете, либо далеко от вышки, там много. Там все зависит и от рельефа местности, и от мощности вашей антенны. И насколько вы используете тот же даже старый кабель. Были случаи, когда на старом советском кабеле сигнал, он просто не шел, он затухал в процессе, так сказать, спуска от антенны до приемника. Поэтому нюансов таких бывает хватает, но в большинстве случаев все-таки клиенты разбираются и пользователи, и самостоятельно устанавливают, настраивают 20 телеканалов. Вот у нас что-то зависло на 602 частоте, но нас интересует 610. Первая десятка найдена. Сейчас просканируют на 762 частоте будет вторая десятка. Сканирует он чуть медленнее своего предшественника, который собирался на чипе 325. Но это на всех буквально моделях. Редкий случай, когда производитель что-то добавляет, и у них там сканирование идет чуть быстрее, или переключение каналов, например. Все они, как правило, приемники, когда они собираются уже на одном чипе, скорость сканирования, скорость работы переключения каналов, ну и в целом стабильность приемника, она, наверное, одинакова. Все еще, конечно, зависит от прошивки. Именитые производители, вот такие как Lomax, они стараются обновлять свое программное обеспечение, не забывать про даже старые модели, бывает, выпускают программное обеспечение, но реже. Но в основном, если приемник работает хорошо, исполняет свою функцию, главное это прием телеканалов, то лишний раз делать какие-то обновления не рекомендуется. Как видите, 20 телеканалов мы уже нашли, можно, конечно, нажать сейчас на выход, и каналы все равно сохранятся, но так как осталось, тут у нас буквально 5 частот просканировать, пусть уже до конца дойдет, и автоматически сохранить нам 20 телеканалов и 3 радио. Ждем. Все, сохраняются телеканалы. Проверяем. Есть картинка, есть звук, если не слышно, немножечко добавлю. Картинка идет, не дергается, не зависает, все хорошо. Пробуем переключать телеканалы, проверять, как все идет. Небольшая задержка между переключением телеканалов России 1, Россия 24, ну и у нас еще в регионе УТР, связана она, скорее всего, с тем, что эти телеканалы проходят через региональные вставки, и из-за этого чуть медленнее переключаются. Это я замечал не только на приемниках, такая же небольшая задержка при переключении имеется и на телевизорах, даже на каких-то брендовых дорогих. То есть, связано это напрямую от вещателя. Первая десятка у нас идет, без проблем. Программа, кстати, тоже доходит, время текущее доходит, все нормально, вторая десятка пошла. Сейчас быстренько проверим и уже вернемся дальше, к проверке нашего приемника, что он еще может. 20 телеканалов. Ну, давайте проверим радио. Плавиша радио переключает на радиостанции. Три радиостанции у нас. И эта же клавиша, на нее нажимаем на радио один раз, и у нас возвращается ТВ. Основная работа приемника у нас проверена. Прием 20 телеканалов есть. Теперь давайте ловить цифру по кабелю от кабельного оператора. Но для этого сначала собьем приемник на заводские настройки, чтобы у нас не задвоились телеканалы. Вот так вот. Теперь пока приемник у нас сбрасывается, я отключаю антенну от 20 программ и подключаю уже кабель от нашего оператора. Ждем пока наш приемник прогрузится. Теперь в меню начальной установки мы меняем диапазон поиска на формат DVB-C и нажимаем автопоиск. Здесь сканирование уже будет дольше, частот больше, 98 практически 100 частот. Наш кабельный оператор начнет ловить только с 770 частоты. Поэтому, чтобы вы не сидели, не наблюдали эту шкалу, я временно видео отключу и уже вернусь к вам тогда, когда телеканалы практически поймаются. Не прошло и 5 минут, как телеканалы начали появляться в списке программ. Также по поводу подключения приемника к цифровому кабельному ТВ будет несколько советов. Первое, это прежде чем вы планируете покупать приемник именно для приема кабельного телевидения, убедитесь, во-первых, что ваш оператор предоставляет цифровое кабельное ТВ стандарта DVB-C. Также убедитесь, что эти телеканалы идут в открытом доступе и не закодированы оператором, так как данные приставки, они не могут раскодировать программы, они могут только принимать открытые телеканалы. Если же в режиме автопоиска вы не можете проймать каналы, у вас не находит ни одной программы, то опять же обращайтесь в поддержку оператора, возможно нужно вводить частоты вручную, приемник это поддерживает, чуть позже покажу, где это делается. Ну а так в основном 99% пользователей, если они уже берут осознанно приемник для приема вот такого кабельного ТВ, то он у них работает беспроблемно, по крайней мере в нашем городе операторы кабельные, они предоставляют практически все операторы телеканала в открытом доступе, либо они идут частично, либо в полном объеме открытом доступе и работают беспроблемно приемники, тем самым реанимируя старые телевизоры, которые не поддерживают стандарты DVB-C. Таких тоже у нас еще хватает. Ну вот каналы мы практически все поймали, осталась последняя частота, 121 телеканал и одно радио у нас поймалось. Есть картинка, есть звук, добавлю, если не слышно. Телеканалы поймались немножко в хаотичном порядке, но это я сейчас вам покажу, как исправить. Теперь проверяем функции нашего приемника, заходим в основное меню. И первое как раз это у нас редактор телеканалов. Клавишей ОК заходим. И здесь можно клавишами 1, 2, 3, 4, 5 удалять, перемещать, пропускать, блокировать и создавать фаворитный список из телеканалов. Чуть ниже есть зеленая клавиша переименовать, на пульте выбираете и можно любой канал переименовать. Следующая функция ТВ-Гид, электронная программа передач. Наш оператор, к сожалению, программу передач не дает, но на 20 бесплатных телеканалах есть программа передач на неделю. Здесь ее можно посмотреть. Сортировка. Вот как раз здесь можно отсортировать наши телеканалы, чтобы они шли по нумерации. Здесь у нас сейчас сортировка по автонумерации LCN, но, например, наш оператор, чтобы правильно показывал, нужно выбрать вот такой параметр по названию каналов. Выходим и проверяем. Видите, телеканал. Телеканалы встали все на свои места. Возвращаемся обратно. Автонумерация LCN по умолчанию выключена. Она и не нужна. Ее можно не включать, иначе опять будет хаотичность набора программ. Но это, опять же, повторюсь, касается только нашего оператора. Возможно, ваш кабельный оператор канала все выставит по умолчанию. Изменение громкости здесь я пробовал менять. Ничего не меняется, поэтому, как правило, этот параметр не трогаем. Следующий пункт основного меню – это изображение. Формат экрана мы получаем автоматически, так как панель у нас 16.9. Но если у вас телевизор идет кинескопный, и изображение тянется, то здесь можно поменять соотношение сторон и поставить вот такое. Появятся черные полосы сверху, снизу, и при этом изображение тянуться не будет. Но вы потеряете полезное изображение, поэтому думайте, если вас устраивает, что немножечко тянутся лица, можете ничего не менять. Разрешение экрана мы получаем максимально 1080. Если вы подключаетесь через старый телевизор кинескопный, то здесь можно любое соотношение ставить. Вы качество отображения не ощутите разницы. ТВ-формат у нас в России используется PAL. Если у вас телевизор идет старый, импортный, японский, например, или вы пытаетесь подключиться к старому монитору через переходник, здесь надо вот эти параметры менять. Можно поменять на InTosicam. Иногда бывает выручает, и изображение появляется. Меню настройки. Это меню у нас вывода настроек нашего вот этого приемника. То есть прозрачность главного меню, где мы сейчас находимся, и яркость, цвет, контрастность нашего приемника. Вы здесь выстраиваете сами, если он не хватает тех настроек, которые есть в телевизоре. Время выключения меню там, где показывает программа, время, оно идет по умолчанию 3 секунды. Если вы не успеваете прочитать информацию, то можно выставить до 8 секунд. Настройка дисплея. Не понимаю, для чего здесь эта функция, так как дисплея здесь нет, но, возможно, это особенность прошивки, она, скорее всего, идет одна, и делается как для приемников с дисплеем, так и без дисплея. Например, вот я меняю вот этот параметр, и у меня светодиод не реагирует, он светит одинаково. Значит, сюда мы можем, в принципе, с вами не заходить и ничего не трогать. Все равно дисплея у нас нет. Следующий пункт – это поиск телеканала. Сейчас у нас диапазон DVB-C. Здесь он может меняться на DVB-T2. Тип канала у нас все. Если здесь поменять, можно поймать чисто открытые каналы. Если, например, у оператора 300 телеканалов, из них только сотни вещают бесплатно, остальные работают через модуль, то лучше выбрать прием открытых ТВ, чтобы потом не сидеть и не удалять те каналы, которые не работают. Автопоиск здесь мы с вами уже были. Ручной поиск – это как раз таки нужен для того, если вы не можете поймать телеканалы автопоиском. Частоты, частоту, символную скорость, модуляцию вы берете уже у вашего оператора. То есть, если он вам все правильно выдал, например, я ввожу рабочую частоту, и у меня появится уровень качества сигнала. Видите, теперь можно ловить. Также есть функции сетевого поиска. Если частота сетевая, ее можно включить, нажать на автопоиск, и он подхватит остальные частоты, на которых есть каналы именно этого оператора кабельного, и их отсканирует. Чуть ниже – полное сканирование. Это редактор шкалы сканирования наших телеканалов. Вот, например, с моим оператором это удобно. Я могу здесь ввести 770 частоту, нажать на поиск, и он мне начнет уже ловить именно 770 частоты, а не прогонять всю ту шкалу, которую я ждал, сидел 5 минут. Но если у вас канал ловят хаотично, начиная и с начала списка частотного, и в конце, то лучше ничего не трогать, и просто в этот параметр не заходить. Следующий пункт меню – это у нас время. Регионы – время. Время здесь, так же, как и на предыдущих предшественниках чипах, не меняется вручную. Оно меняется только выбором смещения часового пояса, либо смещением города. Я обычно смещаю всегда городом, потому что у меня есть рядом город, который соответствует моему часовому поясу. Мне так проще. И время актуальное установлено. Видите, я нажимаю, а на время зайти не могу, то есть его нельзя отредактировать. Летнее время у нас по умолчанию сейчас выключено, так как оно не используется. Таймер сна часы. По умолчанию выключены, можно сделать выключение до 12 часов выбрать. Чуть ниже установки таймера. Такая функция, где можно с помощью зеленой клавиши добавить и сделать режим либо воспроизвести, либо записать, если флешку вы поставили. Можно это сделать один раз, либо каждый день. Выбрать дату, если это один раз. Если каждый день, то не нужно. Время. И какой нужен телеканал. Насколько нужно, чтобы записалось. Ну, если вам такие функции нужны, то это делается здесь. То же самое касается воспроизведения, то бишь включения приставки на каком канале. Надо это один раз. Или каждый день. Если, допустим, сохраняли несколько таймеров, мы не будем сохранять, то перед этим в предыдущем меню можно удалить один, либо несколько, изменить. Все делается цветными клавишами. Режим включить-выключить. Это каждодневное включение-выключение приемника. Можно выставить определенное время, когда он включится и выключится. Но вы должны понимать, если телевизор у вас выключен, приемник его сам не включит. Соответственно, если у вас выключился приемник, телевизор сам не выключится. Ну, либо выключится через какое-то время, если у него с заводом заложена эта система. То есть на телевизор она не будет влиять, только на приемник. Следующий пункт меню. Меню настроек. Язык меню у нас здесь русский. Давайте проверим, сколько есть в принципе языков. Три. Три языка. Русский, английский, украинский. Язык ТВ-гид мы получаем все, либо авто. Здесь лучше ничего не менять. Язык субтитров выключен. Язык телетекста тоже приходит автоматически. Звуковые дорожки по умолчанию приоритет русский. Цифровой звук приходит у нас автоматически. Его можно здесь не менять. Качество звучания ничем не меняется, поэтому просто этот параметр не трогайте. Следующая функция это у нас система. Первый пункт родительский контроль. Нажимаете на него, вводите пароль 6.0 и устанавливаете ограничения на те передачи, которые бы вы не хотели, чтобы смотрели ваши дети. Чуть ниже есть функция установка пароля, так как пароль легкий, его можно здесь поменять. Вернуться к заводским настройкам, здесь мы с вами были. Если мы зайдем и введем пароль 6.0, то мы вернемся, вернем приемник в состояние, купленное как в магазине. Чуть ниже информация о нашем приемнике. Это модель, когда была создана прошивка. ПО, видеоинструкция, как обновить, будет добавлено ниже. Обновление будет по USB. Не буду долго говорить, будет отдельное видео, как обновить этот приемник на актуальную прошивку. Чуть ниже настройка сети. Сюда мы с вами зайдем и сразу настроим наш интернет, чтобы было соединение. Пока, как видите, ничего нет. Нажимаем на зеленую клавишу пульта поиск. Ждем пока просканируются все сети. Выбираем, у меня моя сеть первая. Пароля нет. Стрелкой вверх выбираем строчку пароль. Нажимаем на ОК. И здесь уже вводите тот пароль, который вы вводили в настройках роутера. Я его светить не буду, сейчас введу и продолжим. Пароль я ввел. Нажимаем сохранить. Ждем пока пройдет колесо прокрутки. И над нашей сетью, если мы все правильно ввели, появится галочка, что мы в сети. Выходим на клавишу выхода, нажимаем. И вот видите, статус соединен. Все у нас есть. Управление питанием. Здесь у нас режимы, когда приемник включается. По умолчанию, если мы приемник сейчас отключим из розетки и включим, он у нас включится и начнет показывать. Если мы поменяем здесь режим, то у нас будет приемник, например, включаться, но уходить в дежурный режим. И, соответственно, каналы не запоказывают. Поэтому лучше использовать режим, который по умолчанию здесь сделан. Следующий, последний пункт. Параметр у нас USB. Начинаем мы с вами с мультимедиа. Это проверка нашего медиапроигрывателя. Для этого подключаем съемный жесткий диск. Начнем с него. Повторюсь, интерфейс подключения диска USB 3.0. Бывают некоторые приставки, его не раскручивают. Не хватает мощности. Так, здесь у нас индикация появилась. Диск определился. Можно выбрать либо видеофайлы, либо музыку, либо изображение. Но я обычно открываю весь диск. Выбираю просто файл. Здесь уже выбираю то, что мне нужно. Тут у нас несколько папок. И мы с вами проверяем сначала видео. Соответственно, фильмы в разрешении 1080 максимально, что поддерживает этот приемник. Можно любой фильм включить. Есть картинка. Есть звук. По крайней мере, мне его слышно. Также, что у нас здесь есть. Некоторые элементы управления. Например, вот есть настройки. Здесь можно у нас... Ничего у нас здесь не можно почему-то. Возможно, надо все-таки, чтобы видео шло. Давайте так сделаем. Перешагнул. Это у нас информация. Вот то, что разрешение соответствует. И еще раз пробуем заходить в настройки. И здесь у нас либо список. Поменять можно звуковую дорожку. И режим. Либо у нас идет один фильм, либо режим повторения. Либо режим последовательный. Видите, три режима. То есть, кодек AC3 поддерживается Dolby Digital. Значит, основные фильмы, которые скачиваются, они будут идти со звуком. Проблем здесь не будет. Теперь проверяем с вами. Вышел далеко. Ну, MP3 проигрыватель. Можно вот открыть, проверить картинки. Открываются, не открываются. Картинки, фотографии. Так как это ближе. Папка большая. Сейчас она прогрузится. Там закинул сразу большой объем. Нужно было, наверное, все-таки там закинуть. Буквально для проверки, чтобы было 10-15 фотографий. И это все прогружалось бы быстрее. А там объем большой. Потом как-нибудь заморочусь, уберу лишнее. То, что мне не нужно. А так вот, видите, картинки идут. Они будут в режиме повтора. То есть, они будут постоянно переключаться. Вот сейчас я включил. И там в течение нескольких секунд будут перематываться. В настройках это все можно выставить, чтобы переключение шло, ну, медленнее, например. Видите, здесь 3 секунды можно выставить там до 10 секунд. То есть, картинки открываются беспроблемно. Ну и осталось последнее проверить. Плеер MP3. Ну, думаю, тоже здесь никаких проблем не будет. С музыкальным проигрывателем. Все, как видите, поет. И такая же система, как и на предыдущих плеерах. Можно лазить по другим папкам, выбирать другие треки, включать, слушать музыка. Все равно будет идти, пока вы не выберете другой трек. Выходим в меню USB. Ниже у нас пункт «Записанные файлы». Здесь у нас будет все то, что мы писали на наш диск, либо флешку. Отсюда можно посмотреть, отсюда можно удалить либо одну запись, либо все. Чуть ниже настройки записи. Функция «Таймшифт», которая выключена по умолчанию. Продолжительность записи можно выставить до 12 часов. Чуть ниже информация о диске, тот, который у нас подключен. Как я вам и говорил, объем 500 гигабайт. Файловая система NTFS читает, как видите, без проблем. И осталось у нас последнее меню. Самое такое интересное, как мне всегда говорят, ради чего покупают порой эти приставки, это интернет-сервис. У нас здесь с вами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сервисов. Отключаем наш диск, потому что мы будем подключать для сервиса IPTV потом флешку с последним плейлистом. И начнем с первого сервиса. По порядку это сервис погоды. Погода доходит, без проблем. Также у нас здесь можно красной кнопкой обновить данные, зеленой кнопкой добавить свой город. Желтые клавиши удалить все ненужные города. Синие клавиши посмотреть в настройках, здесь меняется язык и единицы измерения. Больше ничего нет. Ссылки на свою погоду вы здесь не добавите. Только то, что предлагает нам прошивка на этой приставке. Сервис YouTube. Как правило, сервис, который не работает с коробки никогда. Он, может быть, когда выпускалась прошивка, там что-то было. Но потом эти приложения, как правило, становятся не работоспособны. Пока, вот видите, какая-то информация доходит. Кстати, приложение прогрузилось и появилась информация о каких-то видео популярных. В параметры настройки с вами зайдем. Здесь нет возможности импорта ключа, поэтому слой ключевой API не добавите. Значит, смотрим только то, что дает нам наша прошивка. Ну, включаю первое видео ради интереса. Посмотрим, прогрузит ли он его и пойдет ли картинка. Знакомая ошибка, что видео заблокировано в нашем регионе. Одна из проблем, связанных с работой приложения ограничений Google. Поэтому, в принципе, я не удивлен, что приложение не работает. Возможно, последняя прошивка этот вопрос решит. Выходим с этого меню. Переходим в следующее меню. Это программа приложения чтения лент новостей. Здесь есть две ссылки, которые на иностранном языке. Можно добавлять ссылки свои для чтения российских сайтов. Есть у меня отдельная видеоинструкция, как это делать. Ссылочку добавлю ниже под описанием видео. Следующее у нас приложение это сервис IPTV. Заходим в него. Плейлист у нас пустой. Здесь мы будем с вами загружать плейлист через флешку. Но если нажать на клавишу меню, то можно ввести ссылку через... Ну, напрямую, через зеленую клавишу. Но мы будем гружать обыкновенным импортом с флешки. Подключаем наш накопитель. Флешка на 256 гигов. Повторюсь. Она определилась без проблем. Нажимаем на синюю клавишу пульта загрузить список. Выбираем нашу флешку. И выбираем наш плейлист. Здесь у меня плейлист региональных каналов со смещением часовых поясов. Проверен был, что он рабочий на ПК. Теперь давайте проверять его на приставке. Сразу же выскочила ошибка сети на первом же канале. Давайте чуть ниже уйдем. Ради интереса. Ошибка сети. То есть IPTV плеер с коробки без каких-то программных обеспечений, установленных дополнительных прошивок, я имею ввиду обновлений, ничего не воспроизводит. Я не знаю. Может быть, это проблема. Может быть, у нас нету сети. Давайте выйдем с приложения. Проверим. Зайдем ради интереса в рабочее наше приложение. Это погода, да? Которая давала нам данные. Есть интернет. Как видите, обновления приходят. Значит, у нас просто не работает IPTV. Возвращаемся сюда еще раз. Список наших каналов на месте. Попробуем уйти в обратном направлении. Нет, не дает уйти. Сейчас ради интереса. Ну, куда-нибудь в середину списка уйдем. Что-то же должно открыться. Если... Ну, повторюсь, на ПК плейлист был проверен. И он работал без проблем. Но здесь ни в какую. То есть приложение IPTV не работает. Пропустим с вами две платформы. Сталкер и Экстрим. По ним вернемся чуть позже. И зайдем на киносервис Мегугл. Который с прошлого года, даже, наверное, с прошлого года у нас перестал работать на территории РФ. Ну, без каких-то манипуляций с сетями. Тоже, как видите, ничего не происходит. Информации нет. Ну, он и не работает. И насколько я дальше видел уже в обновленных прошивках, от него, в принципе, приставках отказались. Две вот этих платформы, Сталкер и Экстрим, будут отдельно в видео добавлены ссылки по настройке. Как их использовать, где брать сервера, чтобы на этом приемнике их можно было запускать. Ссылочки будут добавлены ниже под описанием видео. Ну и, собственно, все. Весь функционал приемника мы с вами посмотрели. По крайней мере, максимальный. То есть приемник со своей непосредственной задачей справляется. Прием телеканалов беспроблемный. По интернет-сервисам вы видели, как все работает. Ну и теперь осталось с вами проверить, насколько наш приемник нагрелся, пока мы его мучили полчаса. Примерно вот так это все на столе у меня выглядит, лежит. На ощупь приемник не сильно нагрелся. Но давайте с помощью пирометра измерим его температуру корпуса. 46 градусов. Еще раз. И обычно я еще меряю днище, потому что там нагревает сильнее. Здесь уже 54 градуса. Именно на чип я навожу, то есть на центральный, который находится под корпусом. В принципе, температура нормальная. Были и горячее приемники. Кстати, сильно нагрелся Wi-Fi адаптер. Где-то так же градусов до 40. Но это тоже терпимо. В общем, вот такая бюджетная модель. Как повторюсь, ценник, который не превышал 1000 рублей. В принципе, за свою 1000 она работает нормально. Как обычно, какие-то вопросы пишите в комментариях. Всем доброго дня. Спасибо за просмотр.